Привет, меня зовут Даша Исаева, и это канал Даш. Пару недель назад я делала видео про самые необычные футбольные эмблемы Англии, и вы попросили снимать такие видосы почаще. К счастью, у меня осталось много нерассказанного материала, так что это вторая часть. Талисман Карлайл Юнайтед из 4-го дивизиона — лиса по имени Ольга. Сразу возникает вопрос, почему Ольга? Даже сами болельщики долго не могли четко сформулировать ответ, но в итоге решили, что Ольга — это своего рода анаграмма на слово «гол». Но как-то это не складно, ведь для тяжелого русского языка Ольга звучит привычно, а вот англичанам трудновато выговаривать такие слоги. Но внезапно все встало на свои места. Перед домашним матчем с Йовелтаун представители клуба встречали парнишку, который собирался сопровождать местного маскота. Бабушка мальчика Хизер внезапно заявила, что знает о быстинном происхождении Ольги и что это вовсе не связано с голом. Хизер рассказала, что история талисмана Карлайла началась в начале прошлого века. Однажды, примерно в 1912 году, некий полковник Салькельт поймал лисицу в лесах неподалеку от Карлайла. И так как она была живой и здоровой, охотник решил передать ее местному футбольному клубу. Животное оказалось вполне ручным, и, подобно собаке, спокойно выходило перед каждой игрой в течение нескольких лет. Когда лиса умерла, не пугайтесь, пожалуйста, того, что сейчас увидите и услышите, но в клубе решили подвергнуть рыжулю процедуре таксидермии. То есть из нее сделали очень реалистичное чучело. Некоторое время оно просто находилось в офисе, но примерно в 70-х Джордж Бакстер, который работал маскотом на матчах, решил выносить лисичку к полю. На мой взгляд, это жутко и мерзко, но англичане нормально относятся к таким историям. Они там устраивают пикники на кладбищах и все в таком роде. Ладно, но вот с чем точно не поспоришь, так это с тем, что чучелка оригинальной Ольги выглядит куда милее, чем то, что пришло ей на смену. Ну и главное, почему именно Ольга? Дело в том, что когда полковник передавал лисицу клубу, он попросил назвать ее в честь своей дочери. Ну, в принципе, предсказуемо. А в подтверждение всей этой истории бабуля Хиттер прислала авторам сайта Карлайла фотографию полковника с той охоты, где он изображен с собаками и, собственно, своей добычей, той самой лисой. К сожалению, я не смогла найти это фото. Видимо, копия оказалась слишком плохой. Как вы знаете, на бейджи Уотфорда изображен олень, несмотря на то, что прозвище команды Шершни. Это объясняется тем, что олень взят с городского герба. В принципе, стандартная история для символики. Но в середине прошлого века на бейджи были и Шершни. И один из вариантов – ну просто наркоманский, вы должны это увидеть. В 1974 году на эмблему посадили мультяшную версию Шершня, которую в народе прозвали как Гарри Шершень. Болельщики испытали легкий шок, и до сих пор никто не понимает, как этот задорный чувачок продержался целых четыре сезона. Когда в 1207 году Иоанн Безземелья наделил Ливерпуль статусом города, на городской печати было изображение Лайберберд. Нет точных сведений о том, кто и как и когда придумал эту птицу, но в принципе известно, что она произошла от орлов и бакланов. Орел был символом Иоанна, а бакланами в то время было усеяно побережье Мерси. Лайберберт стала символом города и позже оказалась на гербе. Оттуда клуб и заимствовал птицу на свою эмблему. И надо сказать, что силуэт Лайберберт на бейджи выглядит потрясающе, хотя не всегда ему соответствовала общая композиция. В принципе, даже сейчас, когда все делают упор на минимализм, эмблема Ливерпуля в целом вызывает вопросы. Она кажется немного загроможденной. Впрочем, даже если ее поменяют, никто не посмеет убрать Лайберберт. Кстати, думаю, вам будет интересно узнать, откуда пошло само название Ливерпуль. Есть две версии. Первая. Его принесли норманды. Еще в 13 веке город звался Лерпул от скандинавского Хлаттерфолл. Что-то такое. Это значит полная грязной воды лужа. В общем, теперь вы знаете, как называть Ливерпуль в неформальной обстановке. Вторая. Известно, что Лайберберт наполовину баклан, и они питаются рыбой и водорослями. Так вот, один из самых распространенных видов водорослей в Мерсе — лейвер. Лейвер-лайвер. Слишком подозрительное созвучие для совпадения. Так что, если интересно, что это там у ливерпульской птицы во рту, это водоросль. Сандерленд — моя личная боль, потому что его называют черными котами, но на эмблеме вместо домашних пушистиков изображены две громадные дикие кошки. Замену львами лично я рассматриваю как предательство. Конечно, львы выглядят более солидно и устрашающе, и клуб пришел к этому выводу довольно быстро. Но на первом официальном бедже был изображен именно котик верхом на мече. Прозвище «Черные коты» команде досталось от горожан, а вообще оно стало популярным в 18 веке. Сандерленд — портовый город, через который протекает река Уир. У ее устья стоит батарея, которое вы можете увидеть на карте. Раньше она защищала границы и была серьезно вооружена, и там были установлены черные массивные артиллерийские пушки по форме, напоминающие, силуэты кошек. Так что, если знать происхождение прозвища, то котики будут не менее грозной иллюстрацией, чем их дикие сородичи. Кстати, у меня есть кот, и это настоящий зверь, особенно когда голодный. Кошетники меня сейчас очень хорошо поймут. Я всегда думала раньше, что когда у меня появится питомец, я обязательно назову его как-то по-футбольному. Деннис, Анри, Месси, как угодно, хоть Кокора. Но в итоге я называла его Аароном не потому, что это Аарон Рэмзи, Аарон Леннон, любой другой Аарон, просто потому, что я увидела его и поняла, что это Аарон, котик Аарон. Вы, друзья, если вдруг имеете котика, собачку, хомячка, кого угодно, напишите обязательно, как его зовут, и вдруг его зовут как-то по-футбольному. А если у вас никого нет, то напишите, как бы вы назвали своего домашнего любимца. Мне кажется, будет круто об этом узнать. Бэйдж Лутона, честно говоря, больше похож на герб сумасшедшего разбогатевшего фермера, чем на что-то, связанное с футболом. Пшеницы, цветы, шляпа. Шляпа какая-то, в общем. Именно она, кстати, и смотрится наиболее нелепо. Но только для тех, кто не в теме, ведь город славится производством соломенных шляп, и благодаря этому команда не раз получала финансирование. У Лутона даже прозвище – шляпники. Не острые козырьки, конечно, зато ощущается связь с корнями. За петухом Тоттенхэма стоит целая легенда. Сначала клуб назывался просто Ходспур в честь великого рыцаря XIV века Сэра Генри Перси по прозвищу Ходспур. В битвах на своей обуви он использовал специальные шпоры, чтобы лошадь двигалась быстрее. Дословно Ходспур переводится как горячая шпора. Это прозвище отражало вспыльчивый нрав и бесстрашие воина. Плюс Ходспур обожал петушиные бои. А у всех боевых петухов были специальные острые шпоры. Так что, если вы вдруг недоумевали, что это за странный отросток на фигуре Пернатова на бейджи – это шпора. Кстати, еще Ходспур был одним из организаторов восстания против Ричарда II из династии Плантагенетов, что в итоге привело к воцарению Генриха IV Ланкастера. Но очень скоро Ходспур осознал свою ошибку и, угадайте что? Да, устроил новое восстание против короля, которого пару лет назад посадил на трон. В конце концов, рыцаря убили и, как пример, что бывает с бунтащиками, порезали на части и отправили его кусочки по разным частям Англии. Друзья, мораль истории проста и сейчас особенно актуальна. Не стоит бросать вызов власти. Приморский город Морком никогда не славился футболом, и Лига 2, 4-й по статусу дивизион – наивысшее достижение в истории одноименной команды. Она казалась настолько неамбициозной, что до 2010 года играла с муниципальным гербом на груди, в то время как другие британские команды даже меньшего статуса обзавелись эксклюзивными бэджами в районе 50-60-х годов. Новая эмблема, правда, тоже как бы намекает, что Морком ни на что не претендует. Креветка – это очень оригинально, но как-то совсем не по-футбольному. Хотя болельщикам в целом нравится, потому что лого отражает дух рыбацкого города, который добывает лучшие креветки в Англии. На эмблеме Ковентри Сити изображены феникс и слон, что как по отдельности, так и вместе тем более выглядят крайне нелепо. Клуб взял этих персонажей с городского герба, а вот как они очутились там – непростая и любопытная история. Давайте начнем с феникса. Фашистские бомбардировки во время Второй мировой почти сравняли Ковентри с землей. Дым оттуда был виден даже в Лондоне за две сотни километров. Вскоре после завершения войны будущая королева Елизавета II приехала в город и поразилась, как быстро Ковентри восстановился. Она сказала, что город, как феникс, восстал из пепла. Речь принцессы так вдохновила горожан, что они поместили мифическую птицу на герб. А вторая птица – та, что слева. Это орел с фамильного герба Леофрика, основателя Ковентри и мужа Леди Гадивы. О них я рассказывала в предыдущем выпуске про эмблемы. Вот только здесь орел серый, а у Леофрика черный и двуглавый. Доподлинно неизвестно, почему он изменился, но есть теория, что он сбросил черные перья из-за того, что граф был хоть и великим, но очень суровым. И приняв светлый окрас, птица стала символизировать лишь хорошее. Что касается исчезнувшей второй головы, то тут я нашла ровно ноль объяснений, но в средние века часто, знаете ли, теряли головы. Моя версия такова. Произошло некое магическое почкование, голова отделилась и переродилась в туловище феникса. Ладно, отбросим крэйзи-теории и давайте о серьезном. Откуда взялся слон? Он попал на герб после того, как Ковентри получил статус города в середине 13 века. Это стало возможно во многом из-за слияния церкви Болтона с кафедральной церквью Личфилда, тем самым встав под покровительство епископа Ковентри и Личфилда. Именно Болтон первым адаптировал слона, так как это один из символов святого Георгия, в некоторых культурах убийцы драконов. Одни предания гласят, что Георгий сражался с ними на территории современного Ковентри, другие, что он вовсе тут родился. В средневековой Европе слона считали мифическим животным, наряду с единорогами, фениксами и драконами. По легенде слоны были главными врагами драконов, потому что у этих хищных тварей было одно очень такое неприятное хобби. Они любили жрать маленьких слонят. Так вот, после объединения церквей Ковентри одолжил у Болтона слона и добавил на свой герб, потому что с точки зрения символизма это животное очень ему подходило. Ковентри в средневековье был мощным городом с крепостью и армией, а в английской культуре образы слона и замка близки по значению, да и само словосочетание Elephant and Castle встречается довольно часто. В одном только Лондоне есть район с таким названием, станция метро и, разумеется, паб. Кстати, футбольный клуб Болтон Вондерерс до 70-х годов тоже гонял со слоником на бейджи, но потом все же решил разработать эксклюзивный дизайн. Здорово, что Ковентри не отказывается от своей чудесной эмблемы. По-моему, такие истории это просто класс. Друзья, надеюсь, вам понравилось это видео. Я, честно говоря, от него очень крифанула, потому что люблю историю и, надеюсь, вам тоже она понравилась. Если так, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, какая именно история зашла вам больше всего. С вами была Даша Исаева. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok